Меня зовут Лидия Корчемная, я из Австралии. Я начну с хаоса в головах по поводу возможностей по устройству на работу в Австралии. Мне постоянно пишут люди с самых разных специальностей и возмущаются, что не получают ответов на разосланные резюме, их не приглашают на интервью и прочее. Еще я часто слышу отсылки к неким знакомым, устроившимся в Австралии на работу. Все время что-то говорят про цифровых кочевников и других возможностях, предоставляемых некоторыми странами Европы. Начну с Австралии. Австралия – одна из немногих стран с открытой иммиграционной политикой. Сюда можно мигрировать в соответствии с действующими правилами и законами в этой области. Это отдельная тема. Но переезд через трудоустройство возможен, если ваш работодатель готов спонсировать вашу рабочую визу и заключить с вами трудовой контракт. Такая практика существует во многих странах, в том числе и в США, например. Возмущение по поводу отсутствия реакции на резюме идет от глубокого непонимания структуры австралийского рынка труда, рабочих отношений и миграционных принципов. Дело в том, что рынок труда, так же как и другие рынки в Австралии, очень конкурентен. На каждую позицию, особенно хорошо оплачиваемую, как правило, поступает много заявок. Рекрутеры и HR-агенты хорошо делают свою работу. Мониторят LinkedIn и другие ресурсы. Основу австралийской, как, например, и американской экономики, составляет малый и средний бизнес. Штат в обычной компании, работающей, допустим, в сфере IT, составляет человек 10-20. В принципе, у этой компании есть вакансии. Она даже готова расширяться. Не прочь взять еще одного-двух хороших специалистов. А вот заключает трудовой контракт с человеком, который имеет в послужном списке Оренбургский университет, потом работу в Сбербанке и сейчас находится в Грузии, эта компания не готова. Более того, никакие заявки из-за рубежа от людей, не имеющих возможности продемонстрировать то, что здесь называется местный опыт, австралийский малый и средний бизнес не рассматривают в принципе. Они этого человека не знают. Предложить ему трайл, поработать пару месяцев вместе, познакомиться поближе, посмотреть, уживется ли в небольшом коллективе, пойти в конце концов выпить пиво, они тоже не могут. Проверить толком, что указано в резюме, очень сложно. Есть там какие-то работы, он их делал, не он. Одни вопросы. Спонсировать визу, подписывать гарантии, страховки. Чего ради? На местном рынке труда достаточно заявок. Допускаю, что предлагающие себя здесь специалисты, может и менее звездные, зато с ними как-то все понятнее, меньше рисков и хлопот. Еще одно соображение, малый и средний бизнес динамичен и не мыслит горизонтами. Если ему нужен работник, то на следующей неделе, ну хорошо через неделю, а не через неопределенное количество месяцев, когда после сложной миграционной процедуры специалист приедет или не приедет на работу. И желания оплачивать эту иммиграционную процедуру у малого бизнеса тоже как-то нет. Все истории с наймом иностранных специалистов, особенно из стран третьего и четвертого мира, это удел больших корпораций. Но, во-первых, их доля в современной экономике постоянно ограничивается, а во-вторых, и их все эти заморочки с иностранцами тоже особенно не радуют. Корпорациям гораздо проще вкладываться в университеты, выращивать себе студентов. Они даже тут до старшеклассников давно добрались. У меня близкий родственников работает на высокой должности в одной крупной транснациональной корпорации. Недавно, после некоторых событий, они закрыли свои российские и белорусские подразделения и приняли решение вывезти в Австралию большинство сотрудников, пожелавших покинуть свои страны. Привезли людей с семьями, руководствуясь в основном гуманитарными соображениями. Разместили, предоставили жилье и подъемные. Но их работой здесь в Австралии корпорации страшно недовольны и сейчас идет на огромные затраты, чтобы прервать с ними контракты и покрыть убытки. Трудности с языком, адаптация, какие-то постоянные и непонятные австралийцам претензии, недовольство и несоответствие ожиданиям со стороны этих людей стали просто неприемлемыми. У кого есть шансы на самом деле устроиться на работу в Австралии дистанционно? На мой взгляд, речь идет об очень узком круге людей, хорошо известных и понятных для австралийских работодателей. Научные работники с высоким индексом Хирша, с которыми были пересечения на конференциях, со статьями во всемирно известных журналах, аспиранты с интересными работами, находящиеся под научным руководством местной профессуры, или понятными этой профессуре коллегами, специалисты в разных областях, имеющие признанные общественностью успехи и так далее. Специалисты из России и других стран бывшего СССР, за редчайшим исключением, не предоставляют такого интереса, чтобы австралийский корпоративный сектор вкладывал деньги в этого кота в мешке. И еще одна огорчительная информация. К сожалению, надо еще принять во внимание, что если речь идет именно о российских соискателях, то российский паспорт сейчас, не углубляясь в этот вопрос, работодателей тоже не вдохновляет. Разбираться в воззрениях будущих сотрудников, в их комплексах и настроениях, что там за багаж они привезут с собой, если честно, никому не интересно. Устраиваться на работу в Австралии надо, находясь в Австралии, а не в России, Грузии, Турции и Таиланде. И еще надо иметь статус, позволяющий вам работать. Тогда при прочих равных вы находитесь в нормальной ситуации, на нормальном рынке труда. Если вы чувствуете себя действительно серьезным специалистом, за которого австралийские компании будут готовы побороться, вам и в этом случае надо находиться в Австралии, чтобы походить на очные интервью. С вами была Лидия Корчемная и наша Сиднейщина. YouTube канал об Австралии и обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите на email, вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями. Пока!